И у нас следующий спикер интересный, аэропетова Наталья Германова, заместитель генерального директора по науке и инновации АО физико-энергетического ФИИ. Да, и Наталья Германова расскажет сейчас немножко о себе, чуть-чуть, и о своей презентации. Спасибо. Спасибо, Алина Михайловна. Ну, я не оригинальная, я закончила МИФИ. В первом образовании, вкладной математик. Работала на Курской ательной станции, работала в Центральной обучении квалификации, была более 11 лет ректором по учебной деятельности. Затем я была директором института на энергетике, занималась международным проектом по подготовке оперативного персонала для станции российского дизайна. Ну и последние, вот, второго года я занимаю позицию заместителя по науке и инновационной деятельности Государственного научного центра физико-нарктического института. Это длинное название моей должности. Поэтому, что касается науки, я бы не стану повторять то, что говорили мои коллеги. Хотелось бы сказать о том, что наш институт является научным руководителем быстрой тематики. И предыдущие выступления подтверждают эту мысль, что без решения замыкания герно-топливного цикла перспектива атомной энергетики не будет. Мы серьезно занимаемся этим. И достаточно много реакторов было разработано под нашим руководством на различных теплоносителях. Почему я об этом говорю? Потому что этот процесс длительный. И сегодня становится понятно две вещи. Ну, первое, что когда ты изобретаешь реактор, нужно думать о том, как ты будешь его выводить. И согласно с Аленой, у нас есть референтный пример по выводу из эксплуатации первой атомной электростанции, которая на сегодняшний день имеет статус-музея. Возможно, пока что это эффект пробирки, но тем не менее, не пройдя научное осознание этих процессов и конечный процесс вывода из эксплуатации, нам дальше не продвинутся. Сегодня я хотела бы вам рассказать о другой части работы, о инвестиционной деятельности. Мне кажется, одним из фундаментальных основ, когда мы говорим о приемлемстве атомной энергетики обществам, нужно делать следующее. Нужно объяснять видом, для чего мы нужны. Потому что большая часть людей считает, что мы только занимаемся электрическими лампочками. Ну, еще решаем собственные проблемы вывода эксплуатации. На самом деле, вот, популяризация тех технологий, ядерных технологий, которые используются в обществе в огромном количестве сфер, вот это должно стать сегодняшней нашей задачей. Более того, по-моему, презентация у меня это есть. В стратегических целях госкорпорации к 30-му году уже звучат определенные новые рынки, новые продукты. 20% необходимо, чтобы мы производили новые продукции, инновационные продукции для рынка B2B, бизнес-то-бизнес. И 10% продукции бизнес-то-кастмера, это фактически такие, как это называется, розничные продажи. Вопрос в том, что мы можем продавать, да? Вот что, надо подумать над этим. И мы об этом подумали. Сегодня я хочу вам рассказать о опыте, который был проведен в Калужской области. Наверное, не все знают, что Калужская область является таким, Калужским экономическим чудом, не обладая никакими, следующий слайд, не обладая никакими природными ископаемыми газ, бриллианты, золота. Тем не менее, она занимает лидирующие позиции по инновационному потенциалу и по инвестиционной привлекательности. Следующий слайд. У нас не так много людей проживает, но люди, которые крайне заинтересованы в том, чтобы сделать действительно инновации для людей. Следующий слайд. Здесь просто вы видите, расположение Калужской области достаточно близко располагается к Москве. Город Огнинск находится ровно посередине между Москвой и Калугой. Но чем интересен город Огнинск? Он фактически был исторически нашими отцами сконфигурирован как Центр ядерной науки и технологий. На сегодняшний день Центр ядерной науки и технологий является отдельным самостоятельным продуктом, который госкорпорация предлагает в том числе и на зарубежных рынках. Что входит в такое референтное решение? Как правило, исследовательский реактор, это лаборатории, которые связаны с лихозрадиологией, с медицинской радиологией, Центры стерилизации пищевых продуктов, Центры эволюционной обработки медицинских отходов. Вот это все у нас реализовано в Огнинске. Следующий слайд. Давайте дальше. Я прошу прощения, что на английском не для всех. Теперь вот о том, когда мы стали думать о том, что же какая инновационная продукция должна быть предложена широким массам общественности, мы сконцентрировались на направлениях, которые связаны с тем, что мы умеем делать лучше всех. Безусловно, это ядерные технологии и сопутствующие им. Занимаясь ядерными технологиями, ты занимаешься математикой и IT-технологиями, ты занимаешься в том числе биологией или медициной, ты занимаешься экологией. Вокруг тебя возникает огромное количество научных центров, научных компетенций, которые необходимо увязать с основной задачей. Следующий слайд. Еще раз. На сегодняшний день в Калужской области существует шесть формализованных слайдов. Так исторически сложилось, что наиболее известный из них это автомобильный кластер. Это действительно был правильный по всей России, когда такие компании, как Volkswagen, Volvo, Citroen, пришли на российскую землю. Сначала они пришли очень утилитарно, используя только отверточное производство. Но на сегодняшний день доля RAD, 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 она нарастает. Это самый известный. Следующий кластер по мощности, это фармацевтический кластер. Сейчас более 26 компаний фармацевтических, в том числе известных, работают в Калужской области. Кластер IT-технологий, кластер композитных материалов. И вот год назад возник кластер ядерных технологий. Следующий слайд. Что явилось под посылками? Мы провели форум «Города и люди», где собрало достаточно большое количество людей. В частности, были представительства от наших ЗАТО. Где мы серьезным образом обсуждали вопрос, как нам интегрироваться в свои регионы. Ведь мы не только принадлежим предприятиям Росатома. Мы являемся неотъемлемой, в том числе экономической частью, тех субъектов федерации, где мы локализованы. Например, в Калужской области локализованы 5 предприятий Росатома. У нас есть субъекты федерации на Урале, где локализация очень большая. Зачастую наши предприятия не только являются градообразующими, но и субъектообразующими предприятиями. Таким образом, это понимание пришло. И было подписано соглашение предприятий, которые находятся в Калужской области, о том, что мы готовы создать такую кластерную ассоциацию. Ассоциация Калужской кластер ядерных технологий. Очевидно, мы отчасти предвосхитили события, которые будут проходить в ближайшее время на наших глазах. Потому что те, кто наблюдает, видят, что внимание инновационной деятельности в Росатоме определяется очень серьезное. Было не прямое указание президента страны о создании венчурного фонда по развитию инновационной деятельности. На сегодняшний день Росатом уже фактически сформировал 10 инновационных направлений, в которых Росатом должен серьезно выступить. И зачастую эти направления могут быть достаточно далеки от того, чем традиционно занимались наши предприятия. Следующий слайд. Еще один. Я бы хотела вам на некоторых примерах продемонстрировать. Мы проводили такую стратегическую сессию, и часть проектов уже запущена, производство, часть выходит на лабораторные образцы. То есть все очень динамично развивается. Например, что мы можем предложить для автомобильных гигантов, которые у нас работают в стране. Я повторяю, что мы на Калужской области, мы проводим эксперимент. Очень концентрированно мы взаимодействуем. На шепот потом можно будет распространять в других субъектах федерации. Мы предложили ядерные мерки. У нас производится Volvo Track, это большие, очень дорогостоящие машины, автомобили. И необходимо следить за ресурсом, остаточным ресурсом сложных изделий, сложных запчастей, которые настолько дорого стоят зачастую, это десятки процентов стоимости всего автомобиля. Ядерные мерки позволяют оценивать дистанционно остаточный ресурс. Ну, безусловно, тема, которая связана с водородной энергетикой, в частности, не только портативные источники, но и портативные накопители энергии, включая водородную энергетику, с учетом того, что мир сейчас очень серьезно приходит в сторону электромобилей, в сторону альтернативных источников энергии, например, компания Volvo с 19-го года вообще отказывается ставить уже бензиновые двигатели, мы понимаем, что это тот тренд, который нам нужно идти. Учитывая, что за 70 лет мы накопили компетенции в области водорода, мы знаем, умеем хорошо их управляться, ясно, что это должно быть то направление, которым мы занимаемся. Здесь, пока я говорила, вы успели прочитать другие. Например, аддитивные технологии в автомобилестроении. Поскольку мы уже умеем работать с металлическими порошками, повышенной прочности, использовать 3D-принтинг для производства уникальных запчастей с уникальной конфигурацией, безусловно, может быть нашим перспективным будущим. Следующий слайд. Что касается кластера, о котором я сказала, и мощность которого уже превышает достаточно серьезное значение, это фармацевтический кластер, который признан не только в России, он также нашел признание и в среде инновационных кластеров в европейском сообществе. Что мы предлагаем как предприятие, научное подразделение Росатома для фармацевтического кластера. Но первое, безусловно, это радиофармпрепараты. То есть мы осуществляем полный цикл разработки радиофармпрепаратов. Месяц назад группа наших ученых, ученых нашего центра, была отмечена премией правительства в области науки за изобретение, внедрение, разработку микроисточников на основе йода 125-го, которые используются при лечении ракопростаты и проведении операции по брахиотерапии. Внедрение этих микроисточников на йода 125-м позволило, во-первых, в три раза снизить стоимость дорогостоящую. Фактически эти операции становятся для мужского населения нашей страны общедоступными, и такая стоимость позволяет покрывать бесплатным МС-овским здравоохранением. Что еще предлагается? Все, что касается сопровождения на всем жизненном цикле фармпрепаратов, не только радиофармпрепаратов, здесь тоже оказывается нашей компетенцией очень местной. И даже международные признанные компании, такие как Галенхимен, такие компании, как Штада, они обращаются к нам, понимая, что мы обладаем серьезными знаниями в области материаловедения, в области композитных материалов. Возникают постоянно вопросы по радиационной стойкости тех или иных материалов. То есть это становится обычным производственным процессом, частью обычного производственного процесса. Следующий слайд. По сельскому хозяйству. Исторически Калужская область является сельскохозяйственным регионом, более старо-батизированных фирм, и на сегодняшний день сельское хозяйство находится на подъеме в стране. Возникает вопрос, что мы можем предложить, как предприятие атомной отрасли для сельского хозяйства? Казалось бы, где Росатом, и где сельское хозяйство? Ну, первое, с чего хочу начать, наверное, это, конечно, стерилизация пищевых продуктов. На территории Калужской области уже установлено несколько стерилизаторов, что позволяет, например, повышать радиационность стерилизаторов. Позволяет повышать сохранность картофеля в буртах на 40%. 100% сохранность для пищевых продуктов, которые, пряности, например, это очень та работа, которая достаточно интересна. Но в связи с тем, что у нас, с одной стороны, существует определенный уровень радиофобии и фобии в стране, это раз. Во-вторых, законодательно до сих пор не определен статус стерилизации радиационной, хотя есть санкины, хотя есть международные стандарты. То есть вот эта деятельность, она вызывает некое такое затруднение, я бы сказала. Хотя опыт показывает разных стран. Например, в Китае вы не можете завести никакие продукты, ни бананы, которые мы покупаем, а не серы, которые задвигаются радиационной стерилизацией, ни яблоки, фрукты, особенно касается, ни овощей. В Китае вы не можете завести до тех пор, пока вы не получите сертификат о том, что данная партия продуктов прослась стерилизацией радиационным методом. Кстати, у меня есть еще одна такая нагрузка из-за члена экспертного совета Госдумы по атомной энергетике. Вот мы сейчас будем заниматься этим вопросом по изменению, внесению изменений в законодательство Российской Федерации для того, чтобы вот эти методы стерилизации становились легальными, может быть даже зачастую, и обязательными. В условиях того, что в нашу страну ввозятся сейчас продукты питания и стран, с которыми мы ранее, может быть, даже не взаимодействовали. Это может вызвать, как говорят наши медики, наши биологи, всплеск нетрадиционных инфекций. Что еще хотелось бы сказать про проекты? Это, конечно же, проект «Чистая вода». Проект «Чистая вода» очень важен в целом для человечества. Вчера я общалась с представителями африканских стран. Они говорят о том, что русские, если вы умеете производить воду дешево, и у вас действительно есть опыт, если вы ссылаются на опыт МГ-шлака при эксплуатации когда БМ-350 использовался, вы можете помочь, мы готовы эти технологии покупать. Мы в России несколько избавлены обилием чистой воды, но нужно прекрасно понимать, что рано или поздно, если мы будем так относиться к своим запасам, мы тоже столкнемся с тем, что чистая вода стоит для нас необходимой. И не только в плане ее объяснения, но и в плане фильтрации. Так что, уже занимаясь десятилетиями фильтрацией для данных станций, мы умеем делать фильтры экономически приемлемые для населения. Это те технологии, которые каждый человек может использовать, каждая хозяйка в своем доме. Следующий слайд. А ну вот, пожалуй, все, об этом можно говорить достаточно много и долго. Единственное, что я бы хотела в заключение сказать, вот вспоминая свой опыт, я, кстати, руководила большим институтом, у меня было более 5000 студентов, 500 студентов было иностранных, больше 500 студентов иностранных из 15 стран. Мы впервые провели эксперимент, когда мы стали учить студентов на русском языке ядерным специальностям. Вот Михаил говорил о том, что в наше время, когда мы учились в МИФИ, девочек было не очень много. Хочу сказать, что сейчас девчонки появились. И что удивительно, приехали учиться студентки из Египта, девочки, из Вьетнама очень много девочек, из Турции девочки, которые учатся ядерным специальностям. Да что появляется серьезная прослойка профессионалов женского укола, который, я думаю, что в ближайшее время действительно совершал проект. Но я бы хотела подчеркнуть следующим образом, какова наша роль, может быть, женщин, это создание среды, культуры, безопасности управления ядерных объектов. 1 сентября, каждый год открывая, каждый учебный год открывая, я, как правило, спрашивала ребят, кто из них из ядерных династий, из атомных династий. Зачастую, а сейчас уже больше 60 лет от одной отрасли, уже приходят внуки, те, кто начинали эти проекты. И надо сказать, что опыт показывает, что именно эти студенты, именно эти специалисты, они наиболее мотивированы к тому, чтобы делать нашу работу безопасной и эффективной. И, безусловно, в этом случае, когда ты говоришь об атомных династиях, мы с Аджеикой Викторовной не только в одной шкуре учились, но и представители атомных династий многолетних. Мы прекрасно понимаем, что, продолжая дело наших отцов, мы постараемся сделать это на высоком уровне. Вот в этом я вижу отдельную, может быть, главную роль женщин в нашей подпуке. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Наталья Рапетовна. Вы уже присветили мой вопрос как раз про династии. И я думаю, что... Хотелось бы еще спросить буквально кратко все-таки, как Вы считаете про женщину-лидера, которая занимается вот инновационным... которая вовлечена в инновационное развитие вашего региона, что бы Вы пожелали женщинам, которые участвуют вместе с Вами, работают, какими они должны обладать навыками, способностями, и что им важно как бы развивать. Ну, в первую очередь, конечно, хорошее образование нужно иметь очень широкий кругозор, потому что бизнесом в России заниматься тяжело всем, и мужчинам, и женщинам, и, наверное, в мире тоже. Наверное, других рецептов и нет. И дерзать, идти вперед. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ